Приветствую вас, Алиса. Давайте разберем ваш вопрос. На самом деле, это довольно грустный текст получился у вас. И, в принципе, по своему наполнению, это довольно грустный текст и довольно грустная история. И по своему контексту также довольно грустная история, потому что вы чувствуете, конечно, да, что вы вкладываетесь вот в то, что, ну, в то, что, как бы, ну, пишете, скажем так, вот. Но при этом как бы предстоит вас познакомить, скажем так, с тем, что ваш текст, да, он вот не совсем, к сожалению, корректен, вот, в смысле того, что у психологов есть определенные ограничения, с которыми нам приходится работать в возможности давать обратную связь вам, например, вот, и, соответственно, то, о чем вы спрашиваете, вот, в данном случае вы спрашиваете о том, что руководит вашим бывшим мужем, вот, вы спрашиваете о том, ну, а что он делает, да, что это, у него чувства остались ко мне, вот, или как. И вот момент здесь очень серьезный заключается в том, что мы, будучи психологами, да, не можем отвечать на вопрос, касающийся того, что руководит другим человеком, если этот человек не обращался напрямую к нам, вот, к сожалению, мы не можем этого делать, и я должен сказать, что мы можем исследовать только, ну, вот, только ваши, только ваши какие-то переживания, мы можем исследовать только, только ваши психологические состояния, скажем так, вот, но мы не можем отвечать на вопрос, что руководит другим человеком, потому что, ну, во-первых, это абсолютно бессмысленно, вот, в этом, то есть, чужая душа, она является подъемками, в этом смысле, вот, то есть, что руководит вашим мужем, вот, никто не знает, вот, не знаем, не знаем этого и мы, в том числе, тоже, вот, и, собственно, говорить об этом, да, ну, по сути, разводить какую-то демагогу, поэтому, тут нет смысла, но, есть ряд других моментов, смотрите, развелись мужем два года назад, там прожили 15 лет скандалами на эмоциях, и из-за того, что он начал встречаться с другой меньшим. Что здесь хочется выделить? Во-первых, не совсем понятно, вот, скандалы, эмоции ваши были изначально, или начались только, когда вы, ну, словно, узнали о том, что человек встречается с другой женщиной. Вот, это, конечно, неприятно, то, что вы узнали, безусловно. Вот, но, если ваши скандалы, да, если ваши, вот, конфликты, да, были, были до, вот, ну, до того, как вот это все началось, то есть, до того, как вы узнали, что он встречается с другой, то проблемы, конечно, не в другой, а в том, что между вами были скандалы, то в том, что, что вы ссорились, вот. И здесь очень важно понимать, что конфликты случаются в том числе и, случались в том числе. И по вашей ответственности, то есть вы, вот, ну, вносили, да, получается, вы вносили какой-то вот свой вклад в ссору, вы вносили какой-то свой вклад в конфликт. И вот это очень важно понимать, что не только лишь супруг в этом смысле ваш ответственен за то, что происходило в ваших отношениях, но и вы тоже ответственны за это. Вот на это я хотел обратить ваше внимание. Это очень важно. Очень важно, чтобы вы это, ну, чтобы это зафиксировали, да, очень важно, чтобы вы это увидели. Дальше. А развод это всегда драма. Психологическая драма. То есть, если вы развелись со своим мужем, вот, то, скорее всего, вы получили психологическую драму из-за развода. Ну, вот, вот, там, сам факт развода, да, потому что очень много в жизни человека меняется, меняется на фоне, вот, того, что происходит развод. Поэтому, если вы развод не смогли прожить, ну, то есть, если у вас не было возможности прожить развод, так как, ну, как нужно, об болеть, об плакать, вот, вот, переживать, скажем так, какие-то, вот, ну, негативные чувства, да, то на вас это само собой оказывает влияние. И оказывает влияние это на вас до сих пор. Вот. Собственно, ваш вопрос, он ведь про прошлое. Ваш вопрос, он про прошлое, про незавершенные какие-то моменты прошлого и так далее. Вот про что ваш вопрос. И, собственно, эту травму, которая у вас осталась после развода, да, или от развода, необходимо прожить. Вот. А сейчас, да, вы, ну, не прожили это и находитесь в отношениях, скорее всего, испытываете, испытываете воздействие, испытываете влияние этой травмы на себя, на свое поведение, на восприятие, вот, и на то, как относитесь сейчас к своему мужчине, с которым вы в отношениях сейчас, ну, вот, к своему мужу, к ситуациям, которые генерирует ваш муж и так далее. Все это, скорее всего, пропускается через, вот, призму, так сказать, этой самой травмы, ваш результат развода. Следующее, о чем нужно сказать, то, что, если у вас были скандалы, то, это, имеет, здесь имеет место быть, вот, если мы говорим о скандалах, да, вот, то, скандалах имеет, имеет место быть, определенная, психологическая игра, скажем так, вот, которая представляет из себя избегания некой такой эмоциональной близости, вот, в том числе, интимной, но далеко не всегда касается только, только интимных, интимных моментов. Вот, поэтому здесь, то, что для вас, например, свойственные скандалы, здесь тоже, мы сталкиваемся с определенными вашими психологическими особенностями и вашими способами обращения и выражения, обращения и выражения своих эмоций и чувств, вот, изучите, пожалуйста, психологическую, психологическую игру, скандал, я думаю, вам будет более-менее понятно, о чем идет речь, вот, уходить не хотел, прошу прощения, за два года у нас было и перемирие, конфликты, взгляды, легкий флерт, сейчас он женится на этой женщине, я тоже в отношении, я бы сказал, что опять же, здесь не совсем понятна хронология, то есть, вот вы развелись, и, получается, два года вы не вместе, но за это время у нас было, было перемирие, конфликты, взгляды и легкий флерт, как это возможно, если вы в отношении, я имею ввиду, про, я имею ввиду, легкие флерт и так далее, как это возможно, не ясно, из-за чего конфликты, и как вы пришли к перемирию, в последнее время, он приказал меня в том, что я виноват в разводе, приезжал к моим родителям, говорил, какая я плохая, стоял перед ними, со слезами, зачем все это, если у него новая семья, это чувство ко мне, оставшееся, или что, этого не знает никто, но очень важно, чтобы вы увидели, как вы на это реагируете, во-первых, если вас человек обвиняет в разводе, да, и вы чувствуете, на самом деле, вину, то здесь мы сталкиваемся с определенным психологическим конфликтом, и проблематикой, во-первых, собственно, отношения, 15 лет, это был срок, немаленький, вот, и, совершенно очевидно, что, вот, для вас, в этом, есть много важного, в браке, я имею в виду, нужно увидеть, как, вот, мне, это кажется, да, нужно увидеть, что для вас важного в, ну, браке, вот, понимаете, да, то есть, что, по вашему мнению, по вашим ощущениям, вы потеряли, потому что, чувство вины, которое у вас, имеется, так скажем, чувство вины, связано именно с этим, с недифференцированностью того, что вам хочется, недифференцированностью того, что вам не хочется, и вот, собственно говоря, как бы, насчет различных совокупностей и симбиозы этого, мы здесь имеем место быть. Также, несмотря на скандалы, которые у вас, по, ну, по вашим, по вашим словам, были, несмотря на это, все же, чувство вины говорит о том, что вы не до конца в той или иной степени выразили свои чувства к человеку, в том числе, ну, рост, вот, то есть, вот это, такой, аспект, да, что ваши чувства не до конца выражены, отреагировали, то есть, не до конца вы отреагировали, получается, вот, свою реакцию на нарушение личных границ другим человеком, по вашему мнению, по вашим ощущениям, вот, и это то, что нужно, на мой взгляд, конечно, корректировать, то есть, без этого я никуда, в данном, в данном случае, вот, когда все это будет сделано, я думаю, что вы сможете выработать для 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 себя какую-то модель, поведенческую, вот, которая вам поможет достичь в этой ситуации такой цель, как какая вам была бы нужна, а определиться с этой целью и с моделью поведения для нее вам поможет психолог, как говорят, забраться в своих чувствах и, возможно, проработать травмы, развода и подкорректировать поведение так, чтобы подобное в вашей жизни больше не повторяло, ну, по возможности, конечно, потому что не все зависит от вас в данном случае. на этом все, желаю вам всего самого доброго и удачи, обращайтесь за помощью, вам она пригодится, всего самого доброго вам.